Утро четверга, в общем, нас на даче не было, наверное, с понедельника. Но утром я заезжал, перекачал воду в бочку и всё. И получается, что практически целый день понедельник, вторник, среда нас не было. И вот только в четверг я пришёл на дачу. Что сразу хочу сказать. Опять сильно выросла трава, её надо косить. Что здесь, что здесь. Да, довольно-таки интенсивно. Но сегодня у нас выходной день, День Победы. Германия отмечает День Победы. Вот, поэтому сегодня работать как бы нельзя. Значит, косить буду завтра. Так, ну и давайте пройдёмся по растишкам. Смотрите, чеснок начал давать стрелку. Она довольно-таки крупная. Смотрите, что здесь стрелка появилась. Что вот, это сразу бросается в глаза. Я же подрезал тоже лучок. И лучок на разной высоте. Ну, за это время разная высота, она тоже немножко подросла. Это прям хорошо заметно. Так, остальной чесночок здесь. Ну да, вот стрелка появилась. Нужно будет выламывать. У сов появилась. Ну и, кстати, сорт соответствует. Вот что у нас дома, уже у нас две клубнички, они созрели. Что здесь, вот точно такой же сорт. Они, получается, цветы как-то наверх стремятся. Довольно-таки большие цветы. Картофель, конечно, после того, как я его немножко подрезал, он разросся. Но вот этот самый крупный стебель, который здесь был в первой бочке, он сгнил. Его нету. Скорее всего, другие отростки начинают расти. Здесь пошел в рост. Потому что он как бы позже стартовал и не так подвергся заморозкам. Ну и здесь тоже. Если посмотреть на кустарники, то они пипец разрослись. Вообще, начинает разваливаться. Даже там касается этого. Ну вот, прирост в этом году. Ну вот, максимум, наверное, здесь 35 сантиметров. На том больше. Это красная смородина. Она в прошлом году страдала. Вот. Также молоденький кустик очень хорошо вырос. Ну и все остальные тоже. Ну вот, и как и до отъезда, я пока что тли на этих кустиках не наблюдаю. Пионы, друзья, они скоро раскроются. Хотя у меня у соседей, у них получается, что кустики больше находятся на солнце. Они уже раскрылись. Но у меня открылись другие цветы. Снаружи у меня раскрылись и розы, и вот такие вот ирисы. Они полностью раскроются. В общем, такие симпатичные. Я их, когда срезал, тут все-все срезал. Ну и вот они сейчас начинают цвести. Эти ирисы уже цветают. А вот эти вот, они только-только. Ну и розы. Вот появились такие розочки. И вот такая симпатичная розочка. Изгородь моя тут растет вместе с фацелией. Я тут, как видите, тоже удобрял. Ну, будет расти. В общем, новый заборчик нам обеспечен. Ну и вот здесь у меня какие-то цветы появились. Я даже не знаю, что это такое. Какие-то они странные. Может быть, это фризии. Не знаю. В общем, здесь его. Вот начинает только-только цвести гортензия. Но она еще наберет полностью свою силу. Но вот там тоже гортензия, я смотрю, хорошо так подросла. Очень хорошо подросла семенами. Высеяны и петрушка, и укроп. А вот я сажал пучковые. Смотрите. Петрушечка уже так хорошо подросла. И особенно укроп. Вообще-таки они классные стали. Так, ну давайте посмотрим мои томаты и перчики, которые здесь высажены. Ну, что хочу сказать. Окрепли они, подросли. Сталь довольно-таки толстый. Некоторые вот нужно будет оборачивать вокруг этого. Видите, он довольно-таки хорошо так выросли. Нужно будет, не знаю, сюда этот прищепку, что ли, поставить, чтобы он как-то стволик сформировал. Это те большие. Даже вон пасынки начали расти. Вот, даже мелкие. Вот, единственное, что самый мелкий такой сидит. Ну вот, но он еще, наверное, скорее всего, пойдет в рост. А этот вот заметно, что пошел в рост. Вот. Растут, идут потихоньку. В этой части, в этой части. Наращивают, как говорится, свою массу. Вон, надо прищепкой прищепнуть. Здесь в мульче появились эти грибы, я смотрю, растут. Так, чеснок. Нужно посмотреть, сколько это. Блин, ходишь по такой траве, трава реально стала такая большая. Ну и вот здесь. Вот, под замену, действительно, здесь практически ничего нету. Да, как бы, нужно заменить этот кустик. Вот. А не было же тепла. Поэтому не особо так и росло. Хотя, вон, смотрите, появился перчик, уже растет. Так, а в грядке у нас... В грядке у нас чуть, наверное, 14 градусов приблизительно. Так. Чеснок. Давайте посмотрим. Здесь, вон, вижу, висит эти жимолость. Растет. Продолжает расти этот виноградик. Ну и тут мы деревца тоже растут. Так, вот здесь отсвело. Все, весь этот. Но, скорее всего... Ну, скорее всего, здесь ягод не будет, потому что как раз пришелся этот мороз. А вот здесь, вот видите, я вам тогда говорил, что красные, они... Сразу видно, что они подверглись это, заморозкам. Ну и, конечно, не будет. Вот. То, что осталось, черешня, она еще пойдет. А все остальное, конечно, это, побило заморозкам. Это то, что красного цвета. Здесь тоже сколько было завязи, все это опало. Вот. Ну, все из отли. Этот пока будет расти. Этот тоже пока будет расти. Сейчас загляну в тепличку. Несмотря на вот эти вот прохладные дни, я смотрю, что у меня здесь хорошо так вырос опять лучок. И эти огурцы хорошо подросли. А эти, нет, скорее всего, их здесь и не будет. Соответственно, я там принес еще два других огурчика. Я их сюда высажу. А дома у меня там стоят стаканчики. Я буду опять сажать семена. Ну и чтобы они взошли. Ну вот. Тогда уже буду больше сажать. Потому что схожесть такая какая-то неравномерная. Вот. Смотрите, как от влаги, от дождя все это развалилось. Нужно будет какие-то трубы здесь организовать. Натянуть веревку, чтобы они сильно не разваливались. Да, слишком много этого. Трава такая. И она сейчас влажная, сырая. Но были перепады. Так. Вот здесь тоже та, которая подмерзла, она красная, опадет. А та, которая зелененькая, вот она. Вот ей как бы еще рано черешни нашей цвести. Видите? Та, которая была подвешена. Даже это испортилось. Так. Ну, листья немножко грызут. Но они это после обработки. Я думаю, что не так много. Я и видел где-то. Здесь такой небольшой очажок. Свернутые листья. Но я перед отъездом брызнул в это место. Ну, сейчас не наблюдаю, чтобы где-то были, находились эти муравьи вместе с этими. Вот тут грибов повылазило. Смотрите. Обычная. Это у меня. Обычный газон. Но так как там под газоном тоже много органики, грибов тут тоже очень много присутствует. И хочу заметить, несмотря на то, что я обрабатываю, и все с дерева попадает этот, видите, грибы не убиваются. Все те концентрации, которые я брызгаю, они довольно-таки щадящие. Вот здесь вот можно, наверное, будет обработать чуть-чуть листья скрученные. Ну, а так все выглядит довольно-таки хорошо. Черешни много. Черешни довольно-таки много. Виноградик мой сидит. Здесь нужно будет остатки этого рапса перекопать. И нормально будет тогда для всего. Также перед отъездом я оборвал зависть лишнюю. Она видно, что вот она не будет лишнюю зависть. Само, допустим, дерево вот оно скидывает. Оно так остается как бы неживое. Я хоть и оставлял, думал, ну, по одному оставлю. Вот где она завязала, там будут яблочки. Они крупные. Они сразу пошли, как говорится, в рост. Все остальное, даже если я оставлял, думал, ну, хоть одно яблочко. Нет. Все, дерево, как бы оно само все это регулирует. Поэтому именно столько этих плодов будет, сколько оно может вытянуть и сколько оно оставило у себя. Все остальное оно скидывает. Вот. Ну, может быть, так же и груша. Вот. Скоро уже малина будет. Я смотрю, что малины, в принципе, здесь достаточно. Также подрос заметно картофель. Мои деревья здесь в углу. Так. Вон завязь поскидывала слива. Да. То, что останется, останется. Так. Моя яблонька вот пошла вперед. У нее макушка чуть-чуть подзамерзла. Но она вся обрастает новыми веточками. Вот. И вот это будет плодоносить в этом году. Черешенка. Немного, но будет. Вон там горчица у нее выросла. Надо будет повырывать. Так. Что еще? Вот с этой стороны. Вот в этом году с этой стороны ветка. Но красный, блин, конечно. Оно все это замерзло. Это все испортится. Дракон. Три дня. И дракон уже опять огромный. Видите? Тянутся ветки. Просятся, чтобы их срезать. Так. Черешня. Ой, не черешня. Вишня. Вишня. Ну, она тоже, наверное, посбрасывала лишнее. Да, хорошо. Вот. Перерост этого года. Нужно будет потом сформировать веточки. И уже на следующий год, если все обойдется, все будет нормально, то и кисловишни тоже будет очень много. Мои тут многострадальные цветы растут, распустились. Два разных рододендрона. Азалия тоже цветет. Нужно будет вот утопить, наверное, этот, сделать вот эти вот бордюрчики. И будет красиво, симпатично. Так. Ну и на вот этом. На этой розе пошли. Появились уже цветы розочки. На этой тоже. Это у нас такая красивая роза, симпатичная. Хибискус отошел после заморозков. Много листиков. Ну и тут, в общем, мой виноградик. Вот этот виноградик, скорее всего, отрастет. У него появились там эти новые побеги. И перчик. Перчик. Даже вон тот желтенький. Он как бы отошел, а креп восстановился. Что не может не радовать. Ну и, в принципе, все. Ну вот еще моя питунья гибридная. Здесь есть вот рассада, азалия. Азола, вернее, а не азалия стоит. И вот здесь тоже рассада у меня стоит. Этот весь разросся. Есть старые цветы, которые нужно удалять. В общем, работы опять много. Травы будет. Для мульчей, блин, достаточно. Она еще сейчас затянула все полностью. Так, ну и здесь по моим цветам. Здесь в цветах тоже вот грибы повырастали. Хорошо разрослись эти фуксии. Вот эти вот. И дома тоже фуксия разрослась. Герань еще не цветет. Скоро эти тоже начнут цвести. Ну и нужно будет место такое выбрать. Более-менее солнечное. Ну а эти. А, вон тот отошел все-таки. И вот тоже начал расти. Эти, может быть, нет. Не будет. Вот эти ведра. Эти, наверное, не будет. А тот, вот я вижу, зеленый появился. Здесь тоже зеленый. Скорее всего, будет расти, отойдет и все. В принципе, по гортензиям у нас много всего. Ну и этот лавровый вишни тоже хорошо растет. Я сейчас, наверное, после поросе брызну на свои помидорки для развития защиты и так далее. Вот. Посажу эти свои. Они вытянулись. Огурчики. Два штуки. Ну, я по одному оставлю. И вот я привез кружечку с Карлова Хвар. Мы уже были на отдыхе. Вот. Принес сюда. Мы не все покупали. Купил я, сын. Ну, сына своя. Получается, у нас у дочери. Это кружечка на память. И я сюда тоже чай буду пить из нее горячий.